Я программирую с самого детства и зарабатываю на разработке уже последних 7 лет. За время моей карьеры я успел познакомиться с огромным количеством специалистов. И тот паттерн, который я увидел среди большинства, это то, что многие сфокусированы на своей работе, на своей карьере. Они реально достигают результатов, они хорошо зарабатывают, у них хорошая работа. Но, к сожалению, другие аспекты жизни, другие сферы, они отстают, они страдают. И на фоне этого качество жизни не на том уровне, на котором оно могло бы быть. Ведь, будучи крутым разработчиком, можно работать удаленно, зарабатывать хорошие деньги. И иметь все необходимые ресурсы и возможности для того, чтобы прокачать остальные сферы жизни. И в целом, значительно поднять свой уровень жизни. Поэтому в этом видео я хочу поделиться своим взглядом на то, как программисту быть в пиковой форме. И что вообще такое пиковая форма. В одном из моих старых видео я упомянул такую концепцию, которую я назвал Full Stack Man. Программисты знают, кто такой Full Stack разработчик. Это человек, который в веб-разработке делает и бэкэнд, и фронтэнд. Мастер на все руки. В моей концепции Full Stack Man это мужчина, который и преуспел в работе, преуспел в карьере. Занимает хорошую должность, хорошо зарабатывает, возможно, построил свой бизнес. В рабочей среде этот мужчина справляется со своими задачами на 5 с плюсом. В этот же период времени он преуспевает в своей личной социальной жизни. У него много друзей, у него большой нетворк, у него много связей. Если он в отношениях, у него хорошие отношения. Если он не в отношениях, то у него достаточно активная дейтинг жизнь. К сожалению, под некоторыми из своих видео я видел комментарии от мужиков уже за 30 плюс, которые рассказывают про то, что женщины вообще в жизни не нужны. Они источники зла, негатива. И когда читаешь такие комментарии, понимаешь, что ну блин, ну где-то задели, где-то обидели, где-то сделали больно. Но это не здравые отношения с моей точки зрения. И это тоже одна из частей жизни, которая является одной из составляющей хорошего качества жизни. Также Full Stack Man обладает отличным уровнем здоровья, отличными уровнями энергиями. У него опрятный, приятный внешний вид. И в целом он излучает такую сильную, мощную, харизматичную, мужественную энергию. Такая энергия присуща лидерам, людям, которые не боятся высказать свое мнение. Людям, которые не боятся вести за собой толпу. Людям, которые не боятся жить так, как они считают нужным. И имея все эти качества, проживая подобный лайфстайл, ты выходишь на новый уровень жизни, на новый уровень качества проживаемых опытов. И в конечном итоге больше наполненности, больше кайфа, больше радости, больше удовольствия жизни на ежедневной основе. А это ли не цель. Я люблю визуализировать, поэтому я изобразил Full Stack Man как такой треугольник, в котором у нас есть три вершины. И одна вершина это деньги, работа, вторая вершина это здоровье, внешний вид, энергия. И третья вершина это социальная и личная жизнь. Поэтому мы с вами стремимся к тому, чтобы пропорционально развиваться во всех этих направлениях и преуспевать в каждом из них. А теперь стоит вопрос, а как к этому прийти на практике? И я это разбил на две основные категории. Категория первая, как мы относимся в целом к работе и выстраиваем рабочий процесс. И второе, как мы выстраиваем свой лайфстайл. Начнем с работы. В плане работы мне нравится понятие busy work and productive work. Работа занятая и работа продуктивная. И большинство людей, особенно кто работает в офисе по 8 часов, большинство времени не приносит никакой пользы. Вообще есть классное видео, которое называется, не помню как оно называется, но основная идея того, что большинство современных рабочих мест это total bullshit. Я оставлю ссылку в описании на этот подкаст. И вот там интересная перспектива на то, что много разных рабочих мест это условно люди перекладывают бумажку с одной стопки во вторую стопку. И глобально в мире ничего не меняется, но они за это получают зарплату и куда-то тратят свое время непонятно на что, делая вещи, которые можно было бы автоматизировать или не делать вообще. Понимая это, будучи программистом, мы понимаем, что нам нужно научиться разделять задачи, делить их на две категории. Те, которые являются busy work и те, которые являются productive work. Product work несет за собой какой-то результат. Реально результат, который можно показать другим, который можно условно пощупать, который несет какую-то пользу. Busy work это мы что-то делали, мы потратили на это время, где-то что-то поменялось. Но толку глобального для нашей компании, для нашего проекта, для нашей команды в принципе ноль. Переложили бумажки с одной стопки в другую. И тут очень важно научиться самому определять то, что я сейчас делаю, это busy или это productive. Большинство продуктивной работы можно делать за 2-4 часа в день сфокусированной работы в состоянии потока, в состоянии defork. На эту тему у меня есть видео на моем канале, я оставлю ссылку также в описании. И после просмотра этого видео рекомендую также посмотреть. Соответственно, если мы научимся в рабочей среде отделять, соответственно, если мы научимся в нашей рабочей среде отделять важное от лишнего шума. И делать результат, крутой результат, делать продуктивную работу. И укладывать ее в небольшой таймфрейм несколько часов в день. Особенно если мы работаем на удаленке, следуя принципу 80 на 20 также. То тогда мы автоматом выделим больше времени для того, чтобы прокачиваться в других направлениях. А не тратить по 10 часов в день на busy work. Которое по факту мир лучше вокруг нас не делает. Мы просто убиваем свое время во что-то. Соответственно, когда мы научились управлять нашим вниманием, нашим временем, нашей энергией в рабочей среде. И выдавать максимальный КПД за минимальную единицу времени. Мы выделяем время, чтобы заниматься другими сферами жизни. И теперь мы обсуждаем уже вопрос лайфстайла. Все начинается с здоровья и с привычек, которые помогают нам поддерживать здоровье. Улучшать его, улучшать наш внешний вид, улучшать наши уровни энергии, повышать нашу уверенность в себе. И это потом, как следствие, перекидывается на нашу личную жизнь и на нашу социальную жизнь. На наше общение с другими людьми и на наши романтические отношения. И тут принципы лайфстайла очень простые. Про них все знают. Но все знают, мало кто делает. Повторение мать учения. И я не устану повторять эти очень базовые принципы. Потому что куча людей их знают и все равно не делают. Куча людей покупает абонемент в спортзал, сходят туда два раза. Абонемент на год сходят туда два раза, абонемент лежит. Они не ходят. Все все знают, но почему-то у всех все плохо. Поэтому, с точки зрения лайфстайла, в первую очередь, начинаем тренироваться. Начинаем ходить в спортзал. Хотя бы два-три раза в неделю. Нет спортзала, турники, брусья. Нет турников, брусьев. Дома отжимаемся. Дома делаем гимнастику. Дома делаем зарядку. Покупаем гантели. Делаем хоть что-то. Возможности есть абсолютно всегда. Главное, чтобы было желание. Мое личное мнение, что грамотные тренировки в спортзале. Плюс какие-то кардионагрузки на протяжении недели. И это может быть все, что угодно, что нравится конкретно тебе. Это может быть бег, это может быть велосипед, это может быть скакалка. Это может быть поиграть в футбол с друзьями. Или поиграть в баскетбол. Или поиграть в теннис. Или еще что-то. Но кардионагрузка должна быть. Ты сжигаешь калории, ты тренируешь свое сердце. В целом это имеет очень много положительных бенефитов для тебя, для твоего организма. А тренировки с отягощением в спортзале грамотные. Которые там не про травмы и про калечить себя. А про грамотные тренировки, которые улучшают твой мышечный корсент. Увеличивают силу. И со временем твоя композиция тела улучшается. Результаты, которые ты потом начинаешь получать у тренировки. Я это все говорю со своего личного опыта и с опыта моих друзей, с которыми я общаюсь, которые прошли подобные метаморфозы. Ты, когда начинаешь постоянно заниматься, твой внешний вид начинает улучшаться. Ты становишься, возможно, больше, красивее. У тебя лучше, больше мышцы. Ты красивее выглядишь в одежде. У тебя вырисовываются пропорции. Возможно, у тебя вырисовывается V-образная фигура. На тебя начинают обращать внимание девочки, противоположный пол. К тебе другие парни, мужики относятся с большим уважением. И на фоне этого у тебя автоматом начинает вырастать уверенность в себе. И благодаря этому потом тебе проще реализоваться и преуспеть в социальной жизни, в общении с другими людьми, в построении круга друзей, круга знакомых, своего нетворка и, конечно, в эксклюзивных или романтичных отношениях. И тренировки в спортзале, это, казалось бы, просто, но это требует от тебя дисциплины и постоянства. Ты должен, если ты решил три раза в неделю ходить в спортзал, ты должен три раза в неделю ходить в спортзал, ты должен не пропускать. И ты должен делать это достаточно долгое количество времени, чтобы увидеть результат. Я занимаюсь последних пять лет, и я не пропускаю. И это требует от меня некого уровня дисциплины, привычки и постоянства. И это требует от меня работы над собой, работы над своим характером, работы над своими слабостями. Для того, чтобы быть тем человеком, который регулярно ходит в спортзал и не пропускает тренировки. Для того, чтобы быть тем человеком, который следит за своим питанием и не кушает дерьмо. Чтобы быть тем человеком, который вместо того, чтобы пойти сделать какую-то тупую херню ночью или смотреть сериал до 4 утра, ложится раньше спать, потому что рано утро вставать и нужно поспать 8 часов, выспаться. Это делает меня лучшим человеком, в принципе, более дисциплинированным, более ответственным. Я живу больше в режиме. Это позитивно сказывается и на моей работе, и в целом на моей жизни. Это видео нацелено в первую очередь на мужчин. Если ты мужик, я уверен в том, что ты должен для себя, не для кого другого, ты должен для себя иметь регулярную рутину с физическими нагрузками для того, чтобы становиться лучшей версией себя. Физически, ментально, духовно. А за тренировками у нас идет питание. И питание – это отдельная тема. Возможно, я даже запишу отдельный ролик про свои подходы и принципы к питанию для того, чтобы прогрессировать в физической активности, в физических нагрузках, в спортзале, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы иметь нормальную кожу, быть продуктивным, не уставать. И в целом, то есть питание, которое для меня работает, чтобы жить кайфовую жизнь. Много ребят, много программистов как-то пренебрегают этим вопросом. И я неоднократно был в офисах, где ребята, у них норма на обед просто заказать себе, ну, типа, большую пиццу с Доминос и вместе сесть покушать эту пиццу. И это окей, время от времени, возможно, там раз в две недели такое сделать. Но когда ты делаешь это каждый день, это уже несет за собой некие негативные последствия. Большинство людей не занимаются вопросом питания так серьезно, как нужно было бы для того, чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, иметь оптимальные уровни энергии. Поэтому этот вопрос очень и очень важен. И когда ты начинаешь заниматься спортом, вопрос питания сам собой подтягивается. Потому что ты ходишь в спортзал несколько раз в неделю, и ты сам начинаешь понимать, блин, я там хожу, я столько времени на это выделяю, я вкладываю туда свои силы, свой ресурс, свою энергию. И тут я все порчу питанием, не-не-не-не-не, теперь надо и питание наладить. И вот почему мне нравится спортзал, потому что спортзал это так называемый Keystone Habit. Привычка, которая запускает как домино, да, такую цепочку. Ты начинаешь ходить в спортзал, из-за того, что ты активно занимаешься в спортзале, у тебя начинает улучшаться питание. Из-за того, что ты активно занимаешься в спортзале, ты начинаешь раньше ложиться, высыпаться, спать по 7-8 часов, потому что тебе нужно восстанавливаться. Потому что ты занимаешься в спортзале, ты хочешь результатов, ты начинаешь ограничивать себя от каких-то вредных привычек алкоголя. И это все как вот снежный ком выкручивается, 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 и твоя жизнь день за днем становится лучше просто потому, что ты начал с одной привычки. Ходить в спортзал три раза в неделю. Бро, это так просто, так, но огромное количество людей не делают этого. Мы разобрали вопрос спорта, мы разобрали вопрос питания, очень важен вопрос гормонов, и для мужика очень важен, в принципе, уровень тестостерона. И это повлияет как на твою физическую активность, твой прогресс, успех в спортзале, то, как ты строишь мышцы, то, как ты сжигаешь жир. Также уровни тестостерона имеют прямое влияние на твое психоэмоциональное состояние. И многие ребята, которые не уверены в себе, которым трудно заводить общение с людьми, которым трудно познакомиться с девочкой, оказывается, у них низкие уровни тестостерона. И, ребят, я не так давно опубликал видео про газете и про тестостерон, я реально в шоке от того, сколько молодых ребят мне написало в инстаграме, скинули свои анализы, сколько молодых ребят страдают той же проблемой, что у них низкий тестостерон. И я давай среди своих друзей, ребята, сдайте анализы, посмотрите, скиньте мне анализы, и я вижу, ну, уровни реально у многих низкие, реально падают. И особенно среди программистов, которые не занимаются спортом, которые не следят за питанием, которые целыми днями сидят за компьютером, там не может быть высокого тестостерона. Это уже, ну, в большинстве случаев, да, это уже какая-то фантастика с таким образом жизни, иметь высокий уровень тестостерона. И это несет, это несет последствия, это имеет прямое влияние на вот качество жизни. Поэтому за тренировками, за питанием также стоит вопрос сдачи анализов регулярного, работа с, возможно, нутрициологами, возможно, какими-то врачами, специалистами, работа со своими уровнями гормонов, работа с тестостероном. Нужно это все мониторить, с этим нужно работать, за этим нужно следить. Если ситуация в данный момент не очень, то ее нужно улучшать. И вся прелесть в том, что если ты хороший программист, то у тебя есть ресурс, у тебя есть деньги, потому что ты хорошо зарабатываешь, у тебя есть время, потому что, скорее всего, ты работаешь на ремонте. И если ты следуешь тому принципу, о котором я сказал, да, про дипворк, про работу продуктивную, про 80 на 20, у тебя будет время заниматься всем этим. Поэтому то, что ты этим не занимаешься, это не больше, чем твоя лень, твое, возможно, нежелание, твои отмазки. Это мы с вами разобрали вопрос лайфстайла с точки зрения здоровья, с точки зрения тренировок, как это влияет на физическое и ментальное, с точки зрения питания, с точки зрения гормональной системы, и почему за этим важно следить и это важно улучшать, если есть проблемы. Теперь следующий пункт. У нас все хорошо с работой. Мы наладили свои привычки, свое здоровье, мы становимся лучше как личности, прокачиваем свое физическое, ментальное, духовное, мы становимся лучшей версией себя. И теперь следующим шагом, когда мы хотим прокачивать свою жизнь социальную, свою жизнь личную, я также считаю, что тут очень важно обратить свое внимание на вещи, которые мы делаем за рамками работы и за рамками вот этих рутин, которые помогают нам быть в пиковой физической форме. А именно, это наше увлечение, интересы, хобби и то, как мы проводим свободное время. Другими словами, насколько ты интересный человек, если мы уберем полностью тему работы. Я неоднократно встречал ребят, программистов, которые, ну вот с ними можно 3 часа обсуждать C++ или новый JavaScript фреймворк, но как только ты переключаешь тему, с ними не о чем поговорить. Это очень, это очень грустно. Вот так со стороны мне было смотреть очень грустно, потому что не только мы работой живем, не только. И круто быть отличным специалистом, круто быть толковым инженером, который реально шарит в своей сфере. Это показатель того, что человек приложил много усилий, потратил много времени и, ну конечно, за это можно человека уважать. Но, с моей перспективы, если ты хочешь активную социальную жизнь и если ты также хочешь преуспевать в своей жизни личной, нужно выходить шире. Нужно расширять свои границы, рамки интересов, заводить новые хобби и людям с тобой, в принципе, будет интереснее. И это также поможет прокачать твое харизм. Что я имею ввиду? Для каждого это будут какие-то разные вещи. Все мы индивидуальны, но я имею ввиду хобби по типу фотография, по типу музыка, по типу создания контента, по типу рисования и так далее. Много разных випсей, которые мы можем делать в этой жизни. Я могу рассказать лично про себя. Несколько лет назад я так реально заинтересовался фотографией и потом я купил себе пленочный фотоаппарат. И когда я купил пленочный фотоаппарат, моя жизнь изменилась надо и после, потому что у меня появилось увлечение. Мне понравилось жить, жизнь, путешествовать, фотографировать разные города, фотографировать людей, фотографировать на каких-то тусовках, какие-то ситуации. А фотки на пленку, они по-своему уникальны, потому что на телефон мы сейчас можем сделать просто 1000 фотографий за минуту. А на пленку у тебя 36 фотографий, 36 кадров. Ты сделал, ты не видишь сразу результат и у тебя целый процесс. Ты сначала купил пленку, потом ты отщелкал 36 кадров. Потом тебе нужно пойти в специальное место или отправить туда по почте твою пленку, чтобы тебе ее проявили. Потом тебе через какое-то время скинут цифровые фотографии. Это целый процесс. И у меня были там фотографии, которые я сделал, а потом увидел только через полгода. И потом ты вспоминаешь ту ситуацию, когда ты сделал эту фотографию. Это было полгода назад. И это просто для меня очень... Мне очень нравится процесс и мне очень нравятся результаты. Я начал активно заниматься пленочной фотографией просто как хобби. Начал публиковать это на Unsplash. И такая, по сути, платформа для фотографов. И там некоторые фотографии начали набирать очень много. Там сотни тысяч просмотров, десятки тысяч скачиваний. И это прикольно. Это доставляет какое-то тоже свое удовольствие, свой дофамин. И с точки зрения вот там общения с людьми, общения с девушками. Вот когда где-то я начинаю там фоткать, потом скидывать эти фотографии. Или там с тусовок еще. У людей интерес сразу к этому появляется. О, пленочная фотография. Ну, немногие этим занимаются. И давай расспрашивать. Давай это. Давай сфоткать, а потом скинуть фотки. В общем, это очень... Мне это хобби очень нравится. И оно как бы выводит тебя... Это добавляет творчество в жизни. А в принципе, иметь творчество в жизни очень важно. И это выводит тебя исключительно за рамки твоей работы. Также в плане хобби в один момент я начал заниматься музыкой. Именно с водкой треков, как диджей. Я себе купил пульт и начал сведить треки. Публиковать их на SoundCloud. И это тоже был такой способ больше, как разгрузить голову. Отвлечься. Реализовать какой-то творческий потенциал. Просто кайфануть в моменте. И также там было неоднократно, что мы там где-то в воскресенье, утром. Мы там с девушкой, например, остались у меня. Утром делаем завтрак. И я там какие-то треки свожу. Мы вместе там слушаем. Может, она какие-то треки подкинет. Я эти треки вместе свожу. И это просто прикольное времяпрепровождение. И я это к тому, что вот такие вот хобби, они в целом добавляют интереса к жизни. Они в целом делают тебя интересней как личность. И добавляют, я бы сказал, красок в жизни. Я так и раз таки про наше развитие больше всестороннее. Когда мы не заточены в чем-то одном и только вот в этом. А когда мы развиваемся гармонично в разных сферах. И наша жизнь наполнена, потому что мы проживаем ее с разных абсолютно сторон. Не нужно забывать, что мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. И круто, когда есть амбиции. Круто, когда есть большие цели. Круто, когда хочется реализоваться. Хочется реализоваться в карьере. Или реализоваться в бизнесе. Тебе хочется в это вкладывать всего себя. И я проходил тоже эти периоды. И это очень круто. Но все, что слишком, то нездраво. И тут тоже можно очень легко перейти черту. Когда слишком много всего направлено туда. Остальные сферы жизни. Типа здоровья. Типа энергия. Типа внешний вид. Типа социальная жизнь. Типа отношения. Очень сильно страдают. И потом, потом. И я это видел уже неоднократно. И люди потом эти рассказывают. Какой баланс? Не рассказывайте мне про баланс. Баланс это все булшит. Вот у меня сейчас работа, работа. Хастл, хастл, хастл. И потом этим людям нужно 5-10 лет. Для того, чтобы прийти к тому, о чем я сейчас рассказал. Чтобы прийти к тому, что, блин, я хочу жить более как-то гармонично. Я хочу и тут, и тут, и тут. А не только тут. И лучше это понять раньше. И лучше проживать разные опыты. Интересные опыты. Приятные опыты. Опыты, от которых будет улыбка. Когда ты будешь о них вспоминать в старости. Потому что сейчас я с улыбкой не вспомню, как я круто рефакторил строчку кода, когда сидел за компом 3 года назад. Но то, как круто у меня были разные приключения, я вспомню вот так. Это очень важный аспект жизни. Не нужно про это забывать. Я надеюсь, что это видео где-то вдохновило, где-то приоткрыло на что-то глаза. Где-то просто повторило то, что ты уже и так знал. И в целом ты получил удовольствие от просмотра. Подписывайся на этот канал, если ты этого еще не сделал. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Или дислайк, если я наговорил полную хрень. Я люблю воспринимать критику. Оставляй комментарий. И до встречи в следующих видео.